В Балашове простились с казаком, погибшим под Луганском. 49-летний мужчина всего несколько дней назад отправился на юго-восток Украины в качестве добровольца, помогать беженцам выходить из зоны конфликта. На одном из маршрутов ополченца тяжело ранило. Он скончался в госпитале. Тему продолжит Екатерина Ковальчук. Тело Игоря Ефимова из осажденного Луганска в Балашов вернули на третий день после гибели. О том, что Игорь погиб, семья узнала от врачей больницы в Луганске, в которую его доставили с огнестрельными ранениями плеча и головы 16 июня. В тот же вечер от полученных травм он скончался на операционном столе. Не у всех хватает мужества собраться, сесть и поехать, взять руки оружия, чтобы защищать свой дом. Поэтому Игорь в принципе погиб как мужчина. Не на койке под капельницей в престарелом возрасте, а с оружием в руках, защищая свой дом. Поехать добровольцем в Луганск Игорь хотел давно. С первой попытки не получилось. Его и еще 10 человек со всей России не пропустили через границу. Второй раз уже 11 июня Балашовцу удалось попасть на юго-восток Украины. Он шел на войну осознанно. Помочь украинскому народу. Кстати, защитить российский народ. Потому что они, как никто там понимали, что если они сегодня юго-восток не отстоят, следующий Майдан будет в России. Мы хороним народного героя. Несколько добровольцев, в числе их и Игорь Ефимов, помогали беженцам покинуть осажденный город. 16 июня по автоколонне с жителями окрестностей Луганска начался обстрел из крупнокалиберных пулеметов. Он погиб, выводят людей. Он был ранен. Получается, сидел трое спереди. Он все посерединке. Водителя убили сразу. Папа присел за руку. К него стрельнили. Когда пыль уже прошла сквозь, он сел за руку и ехал, вывозил людей. Он вывез. На транспортировку тела и похороны теперь уже народного героя денежные средства жители Балашова собрали за несколько часов. У 49-летнего Игоря Ефимова остались пожилые родители, жена и внуки. Смотри, для вашей семьи он останется кем? Героем, который защитил будущее. Может, конечно, маленькое, но будущее. Екатерина Квальчук, Алексей Фенин, РЕН-ТВ, Саратов.